Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынков компании TechMilus и я Артур Идиатура. Как ни странно, небо еще не окончательно прояснилось для нефтяного рынка. Некоторые инвесторы могут ожидать повторения фокуса с майским контрактом. Для этого есть причины. Напомню, что на 20 апреля майский фьючер ZWTI стал не просто бесплатным, за его покупку начали доплачивать. При этом гережа NYMEX, на которой торгуется этот контракт, принял решение использовать отрицательную цену на экспирацию этого контракта в 21 апреля, из-за чего, прежде всего, покупатели по майскому контракту принесли огромные убытки. Чем еще интересен данный прецедент? Во-первых, решение NYMEX вынуждает пересмотреть некоторые фундаментальные концепции, в частности, возможный риск для покупателей фьючерсов. Отрицательная цена означает, что риск по длинной позиции теперь не ограничен, так как, если цена может идти в отрицательную территорию, она может идти туда неограниченным, так же, как и может расти неограниченным. Собственно, поэтому риск становится неограниченным для покупателей, даже без использования плеча и даже в таких новых нормальных условиях. Насколько я так же понимаю, при отрицательной цене становится допустимой ситуация, где покупатель фьючерс, ожидающий поставки, надеющийся на поставку, получает маржин-кол, потому что не хватает денег для маржинального обеспечения, не получает товара и еще при этом остается долгим брокеру. Во-вторых, прецедент позволяет, будем так говорить, прощупать реальную степень преизбытка предложения на американском нефтяном рынке и проблемы с ее поставкой в самое большое хранилище нефти в США, в Кушинг. Поставка нефти в это хранилище лежит в основе механизма расчета поставочных фьючерсов WTI. Несмотря на то, что официальные данные говорят о заполнении хранилища всего на 77%, как показывают последние данные, заполнено 59 млн баррелей из 76 рабочего объема. Рейтерс сообщает, что оставшийся объем был забронирован уже участниками рынка производителя на 100% в середине марта. Но почему-то об этом никто не забеспокоился, когда покупал майские контракты. Проблема хранения должна ускорить реабилансировку рынка за счет естественного сокращения добычи в США в ближайшем уже времени. При этом факт постоянной перманентной утраты некоторого объема добычи, финансовое стеснение производителей, которые ограничивают гибкие ответы на возможный отскок в спросе, в потреблении нефти, создают сейчас такой риск положительный, что предложение не будет поспевать за восстановлением потребления в будущем, будет запасывать. Это благоприятный факт, как донесенные цен, которые также усиливают состояние контанда на рынке. Однако многое зависит от возможностей и готовности правительства в США спасать сектор и рабочие места. Маловероятно также, что по ближайшим контрактам бренд грозят негативные цены. Во-первых, поставки бренд нефти осуществляется морем, в отличие от окруженного суши рынка WTI, где физическая нефть, физические поставки нефти осуществляются таким образом, что сначала нефть пребывает в хранилище, и затем уже покупатель решает, что с ней делать. Поэтому, если заполненный, если заполняется хранилище, и в нем нет места, или туда нефть не пускают, то покупатель попросту не может получить нефть, и чтобы избежать штрафов, он готов скидывать по любой цене, что вы наблюдали 20 апреля. Во-вторых, расчет по контрактам сорта нефти бренд производится деньгами, поэтому с приближением экспирации тут не должно быть какого-то давления на покупателей прикрыть длинные позиции, потому что они всегда знают, что они могут избежать поставки, они могут рассчитаться в деньгах. Хранилище в Кушинге нынешними темпами, вероятно, заполнится в середине мая. Если делать поправку на выбывающих с рынка производителей примерно в конце мая, это означает, что давление в ближайших контрактах при прочих ранах будет сохраняться, поэтому нужно следить за тем, как заполняется хранилище, чтобы понимать отступление, темпы отступления американских производителей, ну, в плане сокращения предложений. Когда хранилище заполнится, соответственно, производители будут должны уже снизить, снижать добычу настолько, насколько увеличивается спрос, насколько равен спрос американских МПЗ на нет. Собственно, насколько останавливается спрос, насколько будет сокращаться, такими же темпами примерно будут сокращаться продолжения производителей. Вчера ОПЕК провел телеконференцию, естественную, в купе с комментариями главы международного энергетического агентства. На рынке формируется сейчас ожидание, что страны, присоединившиеся к соглашению новому, могут начать сокращать добычу раньше, чем предполагалось, что было запланировано в мае. Встреча Техасской железнодорожной комиссии решилась также безрезультатно. Следующая встреча намечена 5 мая, поэтому все внимание ковано к этой дате. Будут ли производители в Техасе решать, стоит ли сокращать добычу или нет. Американский институт не сокращил рост запасов вчера на 13,2 млн баррелей. Это уже четвертая неделя подряд, когда запасы растут на более 10 млн баррелей в неделю. И запасы в Кушинге увеличились на 5 млн баррелей. Это на 2 млн баррелей меньше, чем было 2 недели подряд. Есть такой тренд, что темпы заполнения хранилища снижается, что говорит о том, что ее продавители сокращают добычу. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в пятницу.